Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам хочу показать, как сделать вот такую вот шкатулочку. Сделала я ее из бобины. Эту бобину я вынула из катушки. Катушка из-под проводов. Это картонная бобина. Если у вас нет такой, можно взять бобину от скотча. Бывают такие тоже большие скотчи. Есть и поменьше, вы знаете. В общем-то, получится тоже мини такая шкатулочка красивая. Вырезала из картона донышко и крышку. То есть вырезала по внутреннему диаметру и по внешнему диаметру. На крышку и на донышко ставлю как бы вот, видите, вот второй слой, как бортик будет, чтобы хорошо вклеилась донышко и также на крышку, чтобы крышка закрывалась и не сдвигалась. Склеиваю все клеем ПВА и сушу под прессом. Ну вот баночки поставила сверху. Вклеиваю донышко, когда у меня все просохло, на жидкие гвозди. В принципе, можно на любой клей. На момент кристалл, на момент гель, у кого что есть. На ПВА тоже приклеится. Теперь, когда у меня все высохло, я оклеиваю полностью шкатулочку салфетками. То есть крышку с двух сторон оклеиваю, шкатулку, донышко по внешней стороне, внутри шкатулку оклеиваю салфетками. Кроме донышко внутри. Там у меня будет подушечка из ткани. Также на клей ПВА приклеиваю. Салфетки обычные, однослойные, дешевые салфетки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Затем накладываю кружево, хорошо его расправляю и сверху опять-таки смазываем ПВА Нужно так, чтобы кружево полностью пропиталось клеем и в то же время, чтобы не было больших излишков клея то есть возвращаемся кисточкой и убираем излишки Кружево у меня обычное хлопковое Пришлось оно было немножко шире, чем у меня борта, поэтому пришлось снизу немножечко его подрезать И вот я сразу наклеиваю на низ шкатулочки ножки, это у меня будут бусинки Так же на жидкие гвозди наклеила И все оставила сушить и кружево, и бусинки Кружево тоже надо постараться, чтобы стык был незаметный На крышку теперь с помощью трафарета и акриловой шпатлевки для дерева делаем узоры Я решила сделать вот такие вот розочки Птичку и бабочку Сначала делаю розочки Вот шпателем накладываем шпатлевку, разравниваем Слой получается где-то 0,2-0,3 мм Может даже чуть поменьше В принципе, если хотите более такой выпуклый, можно положить побольше слой Разравниваем и аккуратно снимаем трафаретик Я немножко подсушила и затем выложила птичку Опять подсушила и выложила бабочку И когда шпатлевка высохнет, влажной тряпочкой убираем острые края Чтобы рисунок был весь ровненький Очень легко убирается Теперь вот на момент гель я приклеиваю горох То есть делаю как бы кантик такой по крышке Так смотрится более интереснее, что ли, более завершеннее крышка А также и кружево, я вам говорила, что мне пришлось подрезать снизу Поэтому, чтобы это все скрыть, я тоже наклеила горох Вот так вот наклеила по бортикам горох Когда все высохнет, приступаем к окрашиванию Красила темно-коричневой краской Смешала белую с коричневым колером Краска такая получается, когда смешиваешь ее с колером пожиже Но здесь оно как раз и нужно так Потому что нужно прокрасить кружево Чтобы краска везде попала во все углубления Окрашиваем полностью всю шкатулочку, кроме донышка внутреннего Продолжение следует... Продолжение следует... Когда темно-коричневая краска высохнет Я развожу, значит, бирюзовую краску и зеленую краску Водичкой, делаю прямо жиденькую И вот так вот кисточкой наношу Излишки потом вот я убираю сухой тряпочкой Просто так промакиваю И краска вот она смотрится сейчас, видите, да, такая яркая Но при высыхании она побледнеет Смешается с темно-коричневым цветом И будет не так ярко Это как бы я хотела... Шкатулку вообще делала под бронзу Под старую бронзу И когда бронза окисляется Она вот дает какие-то такие оттенки Зеленые, бирюзовые На кружево также наносим Бирюзовую и зеленую краску местами На донышко и на внутреннюю часть крышки тоже И внутри шкатулки, бортики Также я покрыла зеленой и бирюзовой краской, жидкой Местами, видите, проступает и коричневый цвет Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok